Вестингхаус. Впихнуть невпихуемое. Статья на альтернатива.орг за 24 января 2020 года. Александр Горохов. Обезьяна, как известно, обладает интеллектом трехлетнего ребенка. Если ей дать в руки гранату, она вполне сообразит, как выдернуть чеку, а вот с оценкой последствий уже намного хуже. Различных гранат Украине в наследство от СССР досталось много. От больших запасов оружия и танковых заводов до атомных электростанций. Последние могут стать в умелых руках кастрюли головых скакунов куда более эффективной бомбой, чем собственно ядерные заряды, которые у них, по счастью, успели отобрать. Дорого и невкусно. Буквально в последние дни ушедшего года украинские СМИ сообщили, что Госатомрегулирование Украины одобрило промышленное использование топливных сборок американской компании «Вестингхаус» на энергоблоке номер 3 Южноукраинской АЭС. И тут же 5 января 2020 года последовала новость, что блок аварийно остановлен из-за срабатывания автоматической защиты. Впрочем, аварии на украинских АЭС происходят едва ли не 10 раз в год. Казалось бы, логично продлить ресурсы этого старья, дающего все-таки более половины украинской электроэнергии, поберечь, поухаживать. И надежный поставщик топливных сборок для украинских реакторов есть, российская компания ТВЭЛ. Но как объяснить обезьяне, что даже не любой банан в любую дырку входит, не говоря уже о таких сложных изделиях, как топливные сборки, особенно если за послушание ее еще и печеньками награждают. Любовь между украинским правительством и американской компанией «Вестингхаус» зародилась в нулевом году. Тогда «Энергоатом» начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фермы. В 2008 году «Оранжевый Ющенко» заключил с Гегемоном контракт на поставки альтернативного топлива для АЭС. Закончилось все плохо. В 2012 году Украинская регулирующая организация сферы атомной энергетики запретила использовать американские топливные сборки из-за обнаружения их значительной деформации, которая привела к авариям на энергоблоках и нанесла ущерб в размере 175 миллионов долларов. Но уже после неонацистского госпереворота 2014 года Яценюк проконсультировался с Вашингтоном по поводу смены регулятора и впихивание невпихуемого контрафакта от Вестингхаус в украинские реакторы возобновилось. Уже в 2015 году обнаружилось, что американские топливные элементы на Южно-Украинской АЭС дали утечку, хотя компания утверждала, что это усовершенствованная модификация, вполне подходящая для работающих там реакторов ВВР-1000. Проблема в том, что американские топливные элементы отличаются от российских уровнем обогащения урана-235. Если в продукции Вестингхаус она составляет 3,48% до 3,82%, то в сборках ТВЭЛ 3,99% до 4,38%. Этот показатель непосредственно влияет как на мощность тепловыделения и срок выгорания сборки, так и себестоимость производства. Проще говоря, демократические сборки ТВЭЛ хуже по качеству, но дороже. Ценовой разрыв между ними и российскими доходит до 321 тысячи долларов за одну сборку. Но ведь хозяин просит, овеляющим хвостами хунтятам, не впервые покупать любое дорогое дерьмо, лишь бы оно не было российским. Потому они решили не останавливаться, а впихнуть в Вестингхаусский низкопробный фальшак в 7 из 15 имеющихся энергоблоков. В 2019-2022 годах НАЭК планирует полностью загрузить американскими сборками 4 блока Запорожской АЭС и энергоблоки номер 1 и номер 2 ВВР-440 Ровенская АЭС. В свою очередь с 2021 года начнется работа по внедрению в эксплуатацию ТБСВР на энергоблоке номер 3 Ровенская АЭС. По словам заместителя главного инженера РАЭС по ядерной и радиационной безопасности Галкина, во время встречи с представителями американской стороны компания Вестингхаус уже имеет положительный опыт производства и эксплуатации топлива для реакторов ВВР-440. Ранее оно поставлялось для финской АЭС Лавииса. А вот с этого момента нужно поподробнее. А если не будут брать, вранье украинских чиновников нам конечно не привыкать, но из Финляндии Вестингхаус мягко говоря послали. Как показал проведенный в 1998 году эксперимент по использованию на финской АЭС Лавииса пяти ТВЭЛов американского производства, у американских ТВЭЛов был зафиксирован выход газообразных продуктов деления вдвое превышающий этот показатель для российских изделий. В итоге компания Фортум пришла к заключению, что для реакторов ВВР-440 более подходящими являются российские ТВЭЛы и отказалась от топлива в Истингхаус. Негативным стал и опыт использования американских подделок на реакторах ВВР-1000 на чешской АЭС Тимилин. Деформация топливных сборок привела к многочисленным остановкам энергоблоков и в середине января 2007 года персоналу пришлось остановить первый блок АЭС для проведения замены четверти активной зоны. В итоге в мае Чехия приняла решение о досрочной выгрузке топлива производства компании Вистингхаус, не дожидаясь его выгорания, что стало беспрецедентным случаем в мировой практике. Тем не менее отвертеться от радиации свободы Праге так и не удалось. В 2012 году Хиллари Клинтон начала активно лоббировать строительство Витингхаусом двух энергоблоков на Тимилине. И хотя тендер был отменен, американцы снова лезут в сооружение двух энергоблоков на АЭС Дукованы. Как прокомментировал подходы правительства к выбору подрядчика глава Минпромторга Чехии Г.Гавличек, будут учитываться геополитические моменты, поскольку при заключении контракта с конкретной фермой одновременно как бы заключается на 60-70 лет партнерства с той страной, которую она представляет. Атомным реакциям до фени геополитическая обстановка. Извините. Любопытно, что отдавший предпочтение российским поставщикам Твэллов экс-премьер-министр Чехии Нечас случайно попал в политический скандал и был вынужден покинуть свой пост. И чехи прониклись. В 2017 году Chess Group подписала с Вестингхаус контракт на разработку топливных сборок, которые пойдут в реакторы Росатома. Потеряв после катастрофы на АЭС Фукусима в Японии контракты на более чем 60 реакторов, Вестингхаус благополучно обанкротилась. И в январе 2018 года была выкуплена у Тошиба американской компанией... Минуточку. Неудивительно, что пытаясь спасти свое добро, Вашингтон приложил все усилия, чтобы навязать марионеткам в Восточной Европе сомнительные услуги в строительстве реакторов и поставке сборок. Здесь как раз очень помог госпереворот на Украине и антироссийская истерия, благодаря которой ЕС выдал грант на 2,2 миллионов долларов, чтобы субсидировать диверсификацию поставок ядерного топлива для Восточноевропейских АЭС. Помимо Чехии, строительство реактора АЭР-1000 на атомной электростанции в Козлодуе навязали и Болгарии, которой пришлось под давлением Запада отказаться от сооружения АЭС с двумя энергоблоками в Белине с помощью Росатома. Как горячо уверял американцев болгарский премьер-министр Борисов, мы едины, мы друзья. Мы останавливаем российские планы, мы также остановили три российских проекта. Если мы не Ваши партнеры, то кто мы? Но основные надежды, конечно же, все равно на Украину, которая даже взбрыкивать не будет. И не только потому, что можно впихнуть свой контрафакт хоть во все украинские реакторы. Подопытные кролики. Топливные сборки являются настолько сложным и высокотехнологичным товаром, что подбираются они четко под каждый из типов реакторов. И их произвольная замена не просто нежелательна, а крайне небезопасна. Само собой, что наука не стоит на месте, и Россия постоянно совершенствует ТВЭЛы, даже для старых типов реакторов. Но проводиться подобные исследования могут лишь на тестовых реакторах. На Украине же Вестинхаус получил право проводить опыты на живых реакторах, что категорически запрещено технологией и правилами МАГАТЭ. Уже сам по себе факт впихивания несертифицированных топливных сборок в товарные реакторы является крайне рискованным экспериментом. Но проводятся и другие. В марте 2016 года Харьковский Турбоатом и Вестинхаус подписали меморандум с целью увеличения мощности атомных реакторов ВВР-1000 до уровня 110% от номинального. Не нужно быть техническим специалистом, чтобы понять, что эксплуатация оборудования на уровне высшей проектной мощности ведет к ускоренному износу. А если вспомнить возраст украинских реакторов, то это означает, что их попросту убивают. А теперь Вестинхаус готовится провести и модернизацию атомных электростанций Украины под свое топливо. Что на самом деле делают американцы с энергоблоками, иногда не знают даже сотрудники АЭС. Например, весну 2015 года технические специалисты Южно-Украинской АЭС были вынуждены осуществить итальянскую забастовку, отказавшись выполнять рискованные эксперименты с увеличением мощности реактора и увеличением отбора мощности с реакторов номер 2 и 3 под руководством британских консультантов. А 12 июня 2015 года персонал энергоблока номер 2 Запорожской АЭС не пускали на рабочие места, поскольку там работали американские военные специалисты. На этом опыты над Украиной не заканчиваются. На днях Чернобыльская атомная электростанция получила от американской компании подрядчика новое хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа. По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Митраховича, хранилище является наземным и отработанные сборки будут помещаться в специальные контейнеры на поверхности. Можно сказать, что американская компания подрядчик проводит на украинской территории эксперимент. В мире такие опыты пока не проводились и не ясно, насколько этот подход безопасен. Остальные страны пока опасаются создавать такие сооружения. Но это нормальные люди опасаются, а к кастрюле головам все подходит, лишь бы из США. Тем более, что в любом случае Украина в ближайшие десятилетия превратится в свалку ядерных отходов, поскольку все вместе взятые проекты строительства хранилищ смогут вместить не более 20% производимого украинскими АЭС отработанного топлива. В этом контексте уже даже обсуждать бесполезно будет или не будет на Украине второй Чернобыль. Он, как пресловутое ружье на стене в первом акте пьесы. Александр Горохов. Специально для Alternativa.org Вестингхаус. Впихнуть невпихуемое.